Итак, смотрите, успешная семейная жизнь, она всегда бывает таким образом, что надо что-то понять сначала, а потом идет длительная борьба за свое семейное счастье. Обычно эта борьба, по моему опыту, длится от двух до пяти лет. Но уже на первом году этой борьбы Бог дает результаты. Я сейчас вам просто опишу последовательность событий, которые происходят у людей в личной жизни, которые указывают на то, что у них возрастает любовь. Я уже начал с того, что влюбленность не является чем-то хорошим. Это мое желание наслаждаться человеком является ядом, который портит мне жизнь на самом деле. Сама по себе влюбленность это хорошо, потому что есть энергия любви, но надо ее трансформировать в любовь. И как это происходит, я сейчас объясню. Первая стадия. Человек принимает близкого человека таким, какой он есть. Это означает, что он уже силу любви в него вложил определенную. Результат будет таким. Ты домой будешь идти и будешь знать, что там не будет ни руганий, ни скандалов, не будет такого, что ты там не отдохнешь. Когда хотя бы один человек близкого человека принял, таким, какой он есть, то тот уже тоже ничего плохого не будет иметь. Понимаете? То есть наступает гармония. Между людьми, которая означает только одну вещь. Людям будет спокойно жить вместе. Они почувствуют, что так жить можно, по крайней мере. Видите, первая стадия, я перестал сражаться за свои права в семье. Я перестал доказывать, как правильно жить, я перестал мучить, перестал заставлять близкого человека жить по лекциям Олега Геннадьевича Тарсунова. Просто принял близкого человека таким, какой он есть. Вот какой он есть, такое мне и положено от Бога. Вот такого мне положено. Если у кого-то лицо скривилось, значит, вы еще не на первой стадии совместной жизни. Не на первой стадии отношений. Отношений еще, значит, у вас нет. Вы просто жили зря эту жизнь. Отношений нет. Отношения начинаются, когда ты принял, все переварил. Алкоголик переварила, приняла. Гуляет, приняла. Уйти из семьи постоянно хочет, приняла. Все приняла. Все, значит, дальше будет счастье. Человек думает, не верю, не верю, не верю. А попробуй. Попробуй. Видите, есть наука определенная. Как счастье работает? Человек должен все принять. Означает, он свою судьбу принял. Значит, первый шаг к счастью уже сделал. Дальше, второй шаг. Когда человек все принял, дальше он начинает действовать следующим образом. Несмотря на то, что близкий человек не выполняет свои обязательства, он меня счастливым не делает. И обычно, как человек в этом случае себя ведет? Он обижается и замыкается. Или требует. Или, то есть, сражается за свое счастье, заставляя его выполнять свои обязательства. И так люди мучаются друг с другом. Но смотрите, какой интересный выход. Он мне делает плохо, близкий человек, а я принял это. Как это можно принять? Вы скажете, где взять силы? Где взять силы? Только через отношения со святым человеком. Я это буду позже объяснять чуть-чуть. Отношения означает на него надеяться, на него верить. Не в близкого человека верить, как мы делаем. Не в ребенка своего верить, как мы делаем, а в святого человека. А людям надо отдавать свою силу. Не верить означает ждать от них силы, а надо им только отдавать близким людям силы. И когда от них будет приходить, когда положено, порциями. Пришло время, от них счастье пришло. Но не надо думать, что оно будет бесконечно длиться. Пришло, потом раз, закончилось. Потом ты опять заслужил, опять пришло счастье от близкого человека. Так приходит счастье от близких людей. Когда награда нужна, приходит время награды, Бог дает награду, все. Потом заканчивается награда, опять следующее испытание. Знаете, я вам одну вещь скажу. Если бы вы ей не давали, она бы вообще вашу жизнь угробила. Я вижу этого человека. Устала. Потому что такова судьба. Это ваша судьба, ваша мама. Вы устали от этой судьбы. А надо давать дальше. Давать дальше. И она успокоится. Успокоиться означает, не будет вас трогать. Но она никогда не принесет вам счастья. Никогда. Вот стремитесь к этому. Отдавайте ей свою любовь, и она успокоится. У вас уже такое было в жизни. Я вижу, что где-то два или два с половиной года назад вы ей столько любви дали, что она притихла, успокоилась. И надо дальше так же делать. Это и есть выход. Просто не знали. Вы сделали это, но не знали, что это выход. Теперь знаете, что это выход. Нет другого выхода для вас. Это непреодолимая судьба. Вы не сможете сделать так, чтобы она нежно очень к вам относилась. Это невозможно в вашей жизни. Бывает разная карма. Главное, чтобы не трогало, вы сейчас Богу ставите условия, да? Просто действуйте, выполняйте свой долг. Результат придет обязательно. Обязательно. Это стопроцентная гарантия. Я его уже вижу в вашей жизни. Я знаю, что будет вот так. У каждого человека есть такой камень преткновения в жизни. И надо это понять, что это так должно быть. Это правильно. В этом мире всегда так. Итак, вторая стадия отношений такова. Ты начинаешь, продолжаешь смело и решительно, зная, что это знание работает. Начинаешь. Первая стадия дала знание, что оно работает. Стала спокойно жить. И вот эти вот ужасы, которые происходили в личной жизни, они закончились. Стало спокойно, потому что ты принял близкого человека. И несмотря на то, что он монстр, как тебе казалось, все это ушло. Он как бы готов вести себя плохо. Но так как ты его принял, это уже не проявляется в большой степени. Вторая стадия теперь. Сейчас вам ее расскажу. После продолжительных сражений, то есть что происходит? Мы начинаем наступление. То есть наступление в чем заключается? Наступление заключается в том, что вы выполняете свои обязанности, допустим, женские обязанности перед мужчиной. слушаться его, нежно заботиться о нем, прощать его, нежно ему говорить о том, в чем он не прав, и так далее. Вести себя мягко с мужем, заботливо, мягко. Мужские обязанности. Мужчина должен содержать свою жену, он должен терпеть все ее эмоции, спокойно относиться к этому, позволять ей все ее эмоции. Он должен не навязываться с демагогией со своей. Он должен ей тактично очень говорить о том, что она неправильно делает, очень ненавязчиво. Если ты хочешь, завтра будешь вот так кричать на меня, делай чуть-чуть понежнее. Потому что если ты так сильно, то я уже не могу, мне хочется тебя ударить. А я не хочу тебя бить, поэтому ты вот чуть-чуть понежнее, будь нормальный, я тогда могу вытерпеть. Так, если он скажет, она поймет. Не сильно желая что-то от него, просто чуть-чуть хотя бы. И он тогда поймет. Или она поймет. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что есть обязанности, их надо выполнять. Это всегда аскеза. Это аскеза. Это не приносит такого большого удовольствия. Понимаете, вот женщина, допустим, готовит для мужа пищу, готовит обед. Это аскеза или не аскеза? Это аскеза. Почему? Потому что мужчина не всегда... Женщина для чего обычно готовит? Вот, чтобы он, покушав, дал ей наслаждение от этого. Смотрите, как психика у мужчины и у женщины устроена по-разному. Женщине легко служить близкому человеку. Ей легко служить. Но ей очень трудно отказаться от награды за служение. Она очень сильно ждет награды за служение. Ей легко служить. Ей легко приготовить. Но когда она приготовила, она садится и смотрит, как муж ест. Зачем? Что если он, скотина, не скажет спасибо, я ему устрою. То есть она, ей легко служить, нет проблем. Но ей нужна награда за это. Он должен дать, отдать, отдать награду. Понимаете? А мужчина привыкает быстро к служению, к этому. Ему кажется, что она готовит... Почему? Потому что я такой человек хороший. Потому что мне в жизни так положено. Она ему говорит, ты как сегодня красиво одет. И наглажен весь. Так-то удивительно одет. Он говорит, ты знаешь, я такой по природе. Она его нагладила там, надела, красиво купила ему все это. Он говорит, я такой по природе. Просто я такой человек по природе. Наглаженный и весь вот так. Точно так же он говорит, а мне по природе вот так питаться, понимаешь? Вкусно. Это у меня в гороскопе написано, что мне жена будет готовить вкусно. В гороскопе. Понимаешь, что на ней написано? Вот скотина, я тебе устрою гороскоп на следующий день. Понимаете, нет идеи. Идея в чем заключается? Женщине легко служить, но она ждет награды. И это капкан. Потому что у мужчины психика по-другому устроена. И он легко принимает служение и забывает о том, что награду надо давать. Он привыкает к служению очень быстро, мужчина. Поэтому так вот специально это устроено, чтобы женщина научилась служить для Бога. Она готовит пищу для Бога и думает, Господи, я готовлю, потому что я выполняю свой долг перед тобой. Так как я служу в этой семье мужу, потому что ты этого хочешь. Я служу, потому что ты этого хочешь, чтобы я так жила. Я готовлю для тебя с молитвой женщина готовит для Бога и отдает мужу, зная, что он может вознаградить ее за это, а может быть и нет. Вот это называется чистая любовь. Чтоб вы знали. Чистая любовь, когда человек делает что-то и ничего не ждет. Но человек должен свои усилия куда-то отдавать. Надо это делать Богу всегда. Надо все делать для Бога в жизни. И тогда не будешь ждать от мужа. Я вам сейчас сказал очень сокровенную тайну. Если человек так живет, он получает столько счастья в жизни, сколько даже представить себе нельзя. Почему? Потому что есть определенные стадии этого счастья. Сейчас объясню. Смотрите, если вы для Бога делаете все, и от мужа не ждете, то как вы будете себя вести рядом с ним? Смотрите, интересно. Вы будете просто готовить тихонько и принимать у него все, что он бы не выдал. Но он же тоже не дурак. Он видит, что происходит. Что жена ничего не требует, просто служит. И в какой-то момент хочет он того или не хочет, когда она сдала свой экзамен правильной жизни, жизни чистой и бескорыстной рядом с близким человеком, когда она сдала свой экзамен, у него в сердце возникает благодарность. Благодарность не принадлежит человеку. Он не может сделать так, чтобы она не возникла. даже у собаки возникает сердце благодарности, то, что у человека. Это невозможно взять и сделать так, чтобы ее не было. Благодарность это сданный экзамен. Сдача экзамена в личной жизни проявляется через благодарность в сердце близкого человека. То есть мы заботимся близкому человеку о нем и ничего от него не требуем, просто терпим. И в какой-то момент он становится благодарным. Что тебе подарю, может этот рассвет у меня для тебя невозможного нет. Понимаете, он становится благодарным близкий человек. и это означает, что с этого момента любовь перетекает на следующий этап, этап уважения. Когда один человек служит искренне, а другой становится благодарным, то с этого момента любовь выходит на этап уважения. Уважение это означает начало возврата к тому, что было. Вот смотрите, сейчас я вам объясню, для чего Господь сделал так, чтобы мы видели друг в друге самое лучшее. Помните, первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Так люди встретились, их взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Что это значит? Это значит, что Бог людям показывает самое лучшее в них. Для чего? Чтобы они потом это сами увидели друг в друге. Бог показывает человеке все самое лучшее. Зачем? Это демоверсия. Try and buy. Понимаете, демоверсия. То есть так все устроено, что тебе сначала показывают, к чему надо стремиться. я как-то в одном православном произведении очень мудрую фразу прочитал. И я был в шоке, понимаете? Этот православный священник, он не такой там завороченный, замороченный, как я. Его спросила одна прихожанка, как мне быть счастливой в семейной жизни? И он ей ответил одну фразу всего. Понимаете, я читаю много лекций. А надо было сказать одну всего эту фразу. Знаете, что он сказал? Он сказал, молись Богу, о том, чтобы видеть своего человека всегда в жизни таким, каким ты его видела в первый раз. Все, этим все сказано. Это было чудо. Когда я эту фразу прочитал, у меня прямо волосы мои короткие дыбом стали на голове.